Сейчас мы также находимся в спортивном комплексе Битурбо и берем сегодня интервью фитнес-консультанта Медиаевой Альфии и узнаем, что же такое фитнес-тестирование, для чего его проходит, кому оно нужно, зачем оно не нужно, хотя, конечно, это навряд ли. И, собственно, сейчас узнаем, для чего его все-таки проходит. Альфия, вам слово. Фитнес-тестирование проводится после того, как вы приобретаете клубную карту перед началом тренировок. Проводится оно для того, чтобы оценить ваше здоровье, подобрать нагрузки, которые подойдут именно вам, для того, чтобы тренировки были максимально эффективными и безопасными. Оно состоит из нескольких этапов. То есть сначала заполняется анкета о состоянии здоровья вашем, потом мы замеряем пульс давления, потом антропометрия, это вес, рост и объемы тела. И еще у нас есть анализатор состава тела. Это уже именно количественное содержание всех составных частей в теле. Здесь мы с вами увидим. У вас чистый вес, индекс массы тела, жирок в килограммах и в процентах. Основной обмен – количество мышц, процент воды, цифра упругости мышц. Распределение массы тела по сегментам корпус, руки и ноги. Благодаря тестированию составляется индивидуальный план тренировок для того, чтобы добиться максимального эффекта нужного в минимальные сроки. То есть делая обследование повторно, вы уже в цифрах можете видеть свой прогресс. Жир – корпус, руки, ноги. Где он за время тренировок изменился? Насколько? Корпус, руки, ноги. Где мышцы вы набрали? И на сколько? То есть видя свой результат в цифрах, и стимул заниматься намного выше. То есть как получается? Вставая на общие весы, мы видим изменение общей массы. Но мы, к сожалению, не знаем, сгорел ли жир, либо вы набрали мышцы. А делая это обследование, вы уже видите точно свой результат. Соответственно, мы можем корректировать схемы тренировок и смотреть, правильно ли вы питаетесь, что можно изменить в процессе нагрузки. А как часто желательно клиенту проходить фитнес-тестирование? Фитнес-тестирование проводится сразу, как только приобретается клубная карта. А анализатор состава делается минимум один раз в месяц. То есть мы ориентируемся по внешним изменениям. Прошел первый месяц тренировок. Вес кардинально не изменится, но изменятся объемы и сила мышц. Это видно визуально. Если через месяц мы абсолютно довольны внешним эффектом, то мы уже можем смотреть прогресс. Явно такие клиенты бывают, которые приходят, занимаются долгое время какими-то разными видами спорта, но до тренажерного зала они как-то не добрались. И, возможно, опять же, во время своих занятий спортом у них были какие-то травмы. Возможно ли с помощью анализа какого-то выявить, что им противопоказано, что лучше не делать? При заполнении анкеты о здоровье мы полностью собираем анализ. Были ли какие-то травмы, чем человек занимался, по системам, по органам. Соответственно, сразу даются рекомендации по нагрузке. Что надо исключить, что делать нельзя. А кто отвечает за питание? За питание отвечает инструктор, то есть он прописывает питание изначально или все-таки питание прописывает врач? Обязательно мы даем полные рекомендации по питанию. Как кушать, сколько раз в день, при каком пульсе заниматься в кардиозоне, сколько раз в неделю посещать тренажерный зал, какие программы добавлять из групповых. То есть начальные рекомендации полностью все врачебные. То есть обязательно прием пищи до тренировок, после, какие препараты спортивного питания подключить в нагрузку. Итак, подведем итоги. Сегодня мы рассказали, что такое фитнес-тестирование и для чего оно необходимо. Если в вашем клубе нет подобного тестирования, то постарайтесь найти кабинет врача, либо другой клуб, в котором вы можете его пройти, потому что эта вещь крайне необходима. С вами был Якимов Роман, специально для Гонза.